Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете прошла шестая всероссийская конференция имени Лобачевского. Контейнеровоз Ever Given снимают смели в Советском канале. На математическом форуме выяснили, как пандемия повлияла на образовательную систему. С 26 по 29 марта в Казанском университете прошла шестая всероссийская научная конференция учащихся имени Николая Лобачевского. Все подробности далее. Торжественное закрытие конференции состоялось в Большом концертном зале Уникса. По итогам конференции на одной площадке собралось более 700 учеников с 4 по 11 классы из 24 регионов страны. В ходе работы секции участники представляли свои исследовательские работы, как в естественно-научных, так и в гуманитарных областях. Я участвовала в секции русской литературы 18-20 века и представляла работу «Особенности раскрытия проблемы ответственности перед будущим» по сказке Николая Телешова «Белая цапля». Мне невероятно понравилась организация данной конференции. Все было на высшем уровне, невероятно позитивное и куча эмоций. Поздравляли победителей и призеров сотрудники институтов Казанского университета по соответствующим направлениям, которые когда-то и сами принимали участие в конференции учащихся имени Лобачевского, созданной еще в 1980 году. Сегодня это почти 50 секций направлений, объединивших такие науки, как физика, астрономия, геология, биология, экономика, психология и многие другие. Данная конференция предоставила мне возможность стать частью научного общества, предоставить часть своего мнения в науку, и это очень здорово. Я считаю это классно, что дети могут приучиться к науке. Я думаю, что, наверное, в будущем я бы тоже хотела стать частью этого всего, поступить в КФУ и стать научным сотрудником, возможно, или врачом. В моей работе говорится об эффективных средствах защиты от комаров для взрослых и безопасных средствах защиты для детей. Мы живем около болота, и к нам каждое лето прилетают очень много комаров. Родители нам за разу не разрешают пользоваться химическими средствами, потому что они опасные. И вот они сами давно изучают народные, и я решила провести в этом году эксперимент и выявить наиболее эффективное средство защиты от комаров. Отметим, что в этом году конференция прошла под эгидой Года науки и технологий. Диана Желенкова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюз. Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней – происшествие в Суэцком канале. В следующем сюжете мы расскажем, какими могут быть экономические последствия подобной пробки и как эта ситуация может коснуться каждого из нас. Суэцком канале. Который Ever Given блокирует канал и может стоить мировой торговли от 6 до 10 миллиардов долларов. Своей оценкой экономических последствий с нами поделился профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох. Да, я думаю, никаких особых последствий не будет. Они исчерпываются локальными проблемами с доставкой некоторых товаров. Но я думаю, что в ближайшие дни все-таки движение удастся восстановить. Пробка рассосется и транспортный коридор будет работать, как и раньше. Никаких таких глобальных долгосрочных последствий здесь не будет. В интервью нашему телеканалу профессор института управления экономики и финансов Игорь Кох также рассказал о том, на чьи плечи ляжет экономическая ответственность за события на Суэцком канале. Частично ляжет и на компании, потому что частично отбытки покроются страховками разными. Где-то компании будут вынуждены брать на себя дополнительные расходы по перевозкам вокруг Африки. Или, как уже было сообщено, часть перевозок будет осуществлена не морским путем, а железнодорожным через территорию России. Это тоже дополнительные расходы. Часть расходов, конечно, ляжет на потребителей, поскольку мы уже видим, что поднялась цена на нефть на несколько долларов за баррель. Вполне возможно, что локально поднимутся цены на какие-то другие товары, сильно зависимые от данного транспортного маршрута. Но после того, как ситуация разрешится, я думаю, и цены вернутся на место. Страховая компания «Алленс» отмечает, что в 2019 году через канал прошли более 19 тысяч судов, которые перевозили 1,25 миллиарда тонн грузов. Это составляет около 13% в мировой торговле. Илья Андреев, Универньюс. Как повлияла пандемия коронавируса на образовательную систему в целом? Какие положительные практики мы можем выделить и поделиться ими на международном уровне? Об этом мы не только расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал второй международный форум по математическому образованию. В его работе принимают участие ученые, преподаватели вузов, учителя из России, из Штатов Америки, Южной Кореи, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Эстонии. Сегодня четвертый день работы нашего форума. Перед началом круглого стола мы пообщались с федеральным профессором математики, директором физтехшколы прикладной математики и информатики Андреем Рогородским. Он прилетел из Москвы, чтобы выступить в Казанском федеральном университете с докладом на тему образования и науков в физтехшколе прикладной математики и информатики. В интервью нашему телеканалу лектор поделился своим мнением по актуальному вопросу для высших учебных заведений. Гибридное образование и его актуализация. Я, в общем, абсолютно традиционалист на самом деле. Я, конечно, очень хочу, чтобы мы вернулись полностью к нормальному очному образованию, очному в том классическом смысле этого слова, как мы его понимаем. Главный научный сотрудник заведующей лаборатории и продвинутой комбинаторики сетевых приложений заведующей лабораторией прикладных исследований МФТИ Сбербанк Андрей Рогородский рассказал, что онлайн-образование можно делать исключительно в штучном, специально подобранном варианте. По его мнению, нельзя масштабировать это на десятки тысяч, чтобы не просело качество научно-исследовательской работы студентов. Несмотря на это, руководитель совместных исследовательских программ Яндекса и МФТИ Андрей Рогородский выделил плюсы дистанционного обучения. Дистант – это очень удачная, очень мощная форма для того, чтобы получать какое-то подспорье по отношению к нашей обычной очной форме образования. Действительно мощное подспорье. Например, можно какие-то лекции выкладывать дистанционно, а потом в лекционное время дополнительно их комментировать, отвечая на вопрос слушателей. Можно делать какие-то дополнительные видеоматериалы к курсу. Это совершенно замечательно, это действительно тоже заходит. Но в целом образование, конечно, должно быть очным, гибридность тут должна быть только как подспорье. Участниками международного форума по математическому образованию стали около 180 ученых, преподавателей, учителей и студентов. В этом году форум, организаторами которыми являются Институт математики и механики имени Николая Иванович Лобачевского Казанского федерального университета и Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа включает в себя пять мероприятий. Среди них тематические научные практические конференции, семинары, молодежная школа, конференция. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В Казанском университете создали прототип 3D-симуляции «Инженер по буровым растворам». По словам разработчика, будущих специалистов подготовят к тонкостям технологического процесса и аварийным ситуациям. Аспирант Института физики Фадис Мурзаханов принял участие в разработке искусственной костной ткани. Материал может быть использован для адресной доставки лекарств и изготовления биосовместимых имплантов. Проект аспирантки Института геологии и нефтегазовых технологий Марии Шипаевой победил в конкурсе, проходившем в рамках форума «Нефтяная столица». Молодому учетам ему вручен сертификат на 150 тысяч рублей. Казанский университет откроет образовательный научно-клинический центр в области стоматологии. Подробности далее. С 2013 года Институт фундаментальной медицины и биологии готовит будущих стоматологов. Студентам предоставляется помощь в получении практических навыков. Однако до недавнего времени возможностей для проведения клинических исследований было недостаточно. У нас есть ординатура по стоматологии. Мы столкнулись с тем, что научные исследования лабораторные на той базе, которая есть, мы можем делать, но научные исследования клинические стоматологии, так сказать, это нужна своя база. Новый образовательный центр откроется в здании бывшей поликлиники соцгорода. Директор института рассказал, что будет находиться в клинике после ремонта. Там будет располагаться весь перечень стоматологических услуг в рамках лечения. Там будет образовательный процесс для студентов-стоматологов и ординаторов-стоматологов. И там же будут вестись уже клинические научные разработки новых методов. Помимо этого в научно-клиническом центре для населения будет доступен прием на коммерческой основе и в рамках обязательного медицинского страхования. Ариадна Кугушева, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова